Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы начинаем беседы по трудным, сложным местам книги Левит. Книга Левит — это третья книга в пятикнижии Моисея. Эта книга называется иногда «Книга святости», потому что в ней говорится о том, что чисто, что нечисто для того, чтобы уберечь народ Божий от осквернения. Эта книга также называется «Жреческим кодексом», потому что в ней сообщаются действия священнослужителей по жертвоприношениям и по исследованию всяких форм нечистоты. И, кстати, в еврейском народе, и наверняка это было и с маленьким Иисусом Христом, когда он был ребенком, в пять-шесть лет начинали изучение закона Божия именно с книги Левит. По-еврейски она называется «Вайкра», «Сефер вайкра». «Сефер» — это книга, «Вайкра» — это первое слово этой книги, которое у нас переводится словом «возвал» и «возвал». Почему дети маленькие начинали с изучения этой книги? Потому что дети считаются чистыми по определению, и чтобы им знать, что в мире может быть осквернение, они должны иметь представление о том, что чисто, что нечисто в этом мире. И вот нас с вами интересует вот этот вопрос. Это первая глава, первый стих этой книги, где сказано «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из Скинии собрания, говоря». Тут все очень непонятно. Возвал, сказал, говоря. И что означает «возвал»? С древних времен в еврейском народе, отталкиваясь от этого текста, возникло представление о том, что человек сам не может, скажем так, спровоцировать общение с Богом в некой ультимативной форме, в форме ультиматума, потому что это недопустимо. И человек, который ожидает общения с Богом, он должен услышать божественный призыв. Мы уже касались этого вопроса, когда исследовали трудные, сложные места книги «Исход». То есть человек смиренно ожидает, он соблюдает заповеди, он молится. Но вот в ультимативной форме требовать, чтобы Бог вступил в диалог с ним, он не может. Он должен ожидать призыва. И вот призыв это и есть «Ваекра», то есть когда Господь и возвал, и возвал. Откуда звучал этот голос, этот божественный призыв? Он звучал в те времена, о которых мы говорим, из Скинии, где, это походная была Скиния, где находился ковчег Завета, и на крышке ковчега Завета было изображение двух крувов, это по-еврейски крувы, херувимов. И вот там, где их крылья сближались, вот отсюда воззвучал голос Бога. Об этом говорится в Пятикнижии. И пророк или священник, он не мог приступить к ковчегу Завета, не услышав вот этого призыва. И считалось, что если обычный человек, или даже первосвященник, или даже пророк будет порываться, вступить в контакт с Богом, в Библии говорится, что не надо порываться, там, зайти на гору и так далее, то такой человек будет рассматриваться, вот в «Одне Христа» было такое грубое словосочетание, как падаль, падаль, которая лежит на земле и уже смердит. Почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Любой нормальный человек, он должен чувствовать свое недостоинство, иметь прямое общение с Богом, когда он порывается разговаривать с Богом, как боговиц Моисей. Боговиц Моисей называется смиреннейшим человеком из всех людей, когда-либо живших на земле. И мы знаем, как его раздражали, как его огорчали иудеи во время странствования по пустыне, да и в самом Египте, до исхода и в момент исхода. Он сподобился собеседовать с Богом, но и он призывался к этому диалогу и возвал Господь к Моисею, и сказал Господь Моисею. А когда человек проявляет вот такое дежновение наподобие вот этих харизматических пасторов, вот сейчас мы будем разговаривать с Богом, чуть ли не так, как мы разговариваем по смартфону. Вот это, конечно, очень печально. Теперь мы должны рассмотреть, почему как бы в тексте это присутствует тавтология. «Возвал, сказал, говоря». Почему как бы трижды говорится об одном. На самом деле никакой тавтологии в Слове Божьем нет. Что имеется в виду? «Возвал, пригласил к диалогу, сказал Моисею через Моисея, говоря всему народу Божию, в том числе и нам, христианам, которые изучают теперь книгу Левит. И каждое слово стоит на своем месте». Поэтому вот я не люблю современные переводы Священного Писания. они, как им кажется, уходят от библейского буквализма и убирают как бы излишние слова. Но в Библии нет излишних слов. Каждое слово стоит на своем месте. Об этом надо помнить. И об этом мы сегодня с вами говорили. Этот урок надо выучить. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.